Александр Вараков Участники конкурса также угостили членов жюри напитками. Кто-то принес компот, кто-то кефир с вареньем, а кто-то родниковую воду. Каждая команда считает, что именно ее напиток придаст силы и поможет победить в соревновании. Что-то знаем, что-то вспоминаем. Напитки это из детства, как наши родители готовили. А то, что с косами связано, изредка пользуемся иногда, потому что мы даже содержим дома. По команде косари принялись за работу. И вот уже совсем скоро они дойдут до назначенной цели. Борьба развернулась не на шутку. Каждый хотел прийти к заветному флажку первым. Конкурсанты, если и останавливались, то только для того, чтобы подточить косы. Мне даже приятно косить. Это наша традиция, обряды. Прямо мне весело, хорошо в душе. Нет, не устали. Это традиция. Раньше гектары косили, а это весло. Докосив, народ взялся за грабли и вилы. И вот уже появились первые стога. Тем временем в Большом Казане на костре варится татарско-национальное блюдо шулпа. Для сельчан, которые трудились около часа, она покажется особенно вкусной. Организаторы уже сейчас планируют провести такой же конкурс и в следующем году. И не только в Сухарево, а по всему Нижнекамскому району. Лилия Загрудинова, Ренат Харасов. Новости НТР.